26 марта из реки Пара вблизи населенного пункта Отрада Путятинского района спасатели подняли из воды тело 65-летнего мужчины. Спустя два дня, 28 марта, из затона на реке Оке в Шиловском районе подняли тело 48-летнего мужчины. Неизвестно, были они рыбаками или просто переходили реку по льду. Факт остается фактом. Люди вышли на уже неокрепший лед. В оригинальном МЧС сообщают, что весной подобные случаи всегда имеют место быть. Рыбаки продолжают выходить на воду до последнего, а люди иной раз сокращают себе путь и идут по ужатающей воде. Несмотря на то, что на некоторых водоемах Рязанской области имеются еще остатки льда, выход на такой лед крайне опасен. Этот лед не способен выдержать вес человека. Главное управление МЧС России Рязанской области обращается ко всем людям, любящим отдыхать в бези водоемов. И напоминаем, что выход на лед категорически запрещен. Также обращаемся к родителям с просьбой обучить детей меры безопасности, запретить играть в бези водоемов и тем более выходить на неокрепший лед. Во время весеннего половодия лед становится рыхлым сверху, его греет солнцем, а снизу подтачивает течением. Прочный лед прозрачен и имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Если он становится черным, то это верный показатель того, что на него выходить опасно. Какой бы ни была толщина льда сейчас, сообщают в ведомстве, выход на него все равно опасен для жизни. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.